Добро пожаловать на мой канал! 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 в покупках. Помада от Пупы вот такого вот оттенка. Оттенок помады мне, в принципе, нравится в тюбике, но, во-первых, на губах он выглядит не так, как в тюбике, а, во-вторых, очень сушит губы. Вот это вообще no comments. Здесь вообще классный нюдовый оттенок. Зато, когда им накрасишь губы, это последнее моей этой помады. Губы становятся мертвецки бледные, как у мертвеца. Я оставлю ссылочку на свой отзыв про эту помаду. В общем, помада, кроме того, что дает ужасный цвет, не такой, как в тюбике, то она еще очень сушит губы. Дальше вот такая вот помада идет. Это один из моих двух продуктов от Avon. Такая вот помада. Цвет у нее посветлее, чем в тюбике. Такой типа нюдовый, но она шиммерная. Шиммерная очень. Такая, как бы даже, можно сказать, без блесток, но очень сильно блестит, глянец сильно дает. Мне поэтому она не очень тоже нравится. Дальше у меня есть, это вообще моя самая любимая помада. Она только единственное, что она очень таючая такая. В общем, цвет у нее классный, оттенок классный. Губы она увлажняет, ухаживает хорошо за ними, вообще не сушит. Вот, в общем, люкс, есть люкс. Дальше у меня есть такая вот помадка от Estee Lauder. Тоже такого темного оттенка. Вот. Но она губам дает на такой темный оттенок. То есть, тоже неплохая помадка. Пользуюсь я ей нечасто. Вот. Ну, так иногда бывает. И последняя помада от MAC. Это мое разочарование. Вообще, сама по себе помада хорошая, если бы у нее цвет. Я, как бы, извините, когда я заказывала помаду на сайте, мне почему-то показалось, что у нее такой обычный нюдово-бежевый цвет, а у нее какое-то золотое сияние. В общем, я эту помаду использую как хайлайтер. На губы я ее не наношу. Сейчас разбиралась, нашла вот еще упаковку от этих бальзамов и вот еще один неизвестный тоже тайский бальзам. Вообще, я нашла много всего интересного, когда можно найти много всего интересного, когда ящик разбираешь. Я нашла глину. Вот такое вот подобие на полноразмерное масло. Тоже в Тайланде покупала. Я люблю всякие миниатюрки. Вот такую салфетку. Вы пользовались такими салфетками? Видите, я пользовалась, у меня от них осталось двоякое впечатление. То есть, вроде как загар есть, загар хороший, но не знаю, может не такой заметный, что ли. И я нашла, смотрите, что это носки Эроса. Вот такие носки. Носки Эроса. Итак, уже вечер, я уже дома. Я сейчас планирую провести с вами тест-драйв вот такого вот средства от Cutex Regular для удаления лака с ногтей. Производители этого средства обещают то, что, сунув палец в этот спонж на 10 секунд, вы сможете его полностью избавить от лака. И сейчас мы это проверим. Вот. И также, пока я нахожусь в ванной, я... Мне... Некоторые девочки писали запросы, чтобы я сняла видео о своем уходе за телом. Не только за лицом, но и за телом. Вот. Вы знаете, я вам хочу сказать то, что у меня уход за телом настолько нехитрый. Вот. И он как бы обычный. Вот. Но я решила снять этот уход, но снять его в этом влоге. Вот. То есть, как бы, чтобы не посвящать этому отдельное видео, сразу во влоге показать свой уход за телом. Вот. Так. В общем, вот баночка вот эта от Cutex. Я сейчас ее открыла, а еще и не пользовалась. Вот. Хочу сразу отметить то, что запах у нее ядрененький. Там вот этот вот ацетон. Да. В общем, вот. Я беру два пальца и сую их в этот спонж. Вот. И ждем с вами 10 секунд. Производитель обещает, что через 10 секунд у меня от лака на руках не останется и следа. В общем, я пока открывала. Я уже успела на чистую футболку мужу пролить половину средств из этого Cutex, потому что я не знала, как там все у него внутри. Так. Ну что ж. Половина лака сошла, на не весь. Может быть, это потому, что с блестками. Не знаю. Может, я продержала на 10 секунд, хотя вроде 10. Он уже с вами 50 секунд болтает. В общем, не снимается он у меня так. Сейчас буду обычным средством снимать для обычного лака. В смысле, ну, обычным средством для снятия лака. Не знаю. Я попробую, конечно, это средство еще раз использовать с каким-нибудь обычным лаком, не с блестками. То есть, может быть, оно будет лучше работать. Ну, посмотрим. Вот. Но блестки за 10 секунд оно не сняло, как вы видите. Ну, не полностью сняло. И вот я, собственно говоря, выставила весь свой уход тут на ванну. Вот. И сейчас буду вам о нем рассказывать по порядку. Итак. Для ванны, для душа я использую соль для ванны. Любую. Сейчас у меня соль вот такая, но могу использовать практически любую. Вот. Гель для душа я использую также любой. Я неприхотлива. Сейчас у меня от Ифрашер. Он меня устраивает. Вот. Я его в ванну добавляю для пенки тоже. То есть, обычно не заморачиваюсь. Покупкой обычной пенки. В качестве ухода за кожей своего тела я использую бодибаттер. Сейчас у меня вот такие вот бодибаттеры. Мне муж еще, будучи футболистом, когда я как бы был футболистом и ездил на сборы, привозил их из Израиля. У нас их сейчас нескончаемое количество. Вот. Ну, бодибаттер может быть, естественно, любым. Вот. И я еще мечтаю попробовать бодибаттер от... Господи, от Organic Shop, от The Body Shop, не знаю, от какой-нибудь, который все блогеры, которым пользуются. Но поскольку у меня много еще вот таких вот бодибаттеров осталось, вот, израильских, они классные. То есть, бодибаттер может быть любым. Кремом для тела я не пользуюсь, только баттером. Вот. Также пользуюсь еще из этой серии. У меня всю кровь как-то покупала. Ну, вот я и пользуюсь, собственно говоря. В общем, такие кремики. Это фитнес-скраб, горячий скраб и антицеллюлитный крем-контур контрастный. Ну, нормальные. Я уже говорила о них, то, что я не могу точно знать, избавляют они от целлюлита или нет. Буду надеяться, что избавляют или хотя бы предотвращают. Вот. Обычно я вот этим скрабом пользуюсь. Ну, могу еще каким-нибудь другим скрабом, любым перед отдыхом попользоваться. У меня сейчас просто его нет в наличии. И также пемза для пяточек и эпилятор. Я использую эпилятор для удаления волосков своего тела. Ну, вот, собственно говоря, это, наверное, все, о чем я хотела вам рассказать в этом влоге. Сейчас уже достаточно поздно. Я сейчас пойду отдыхать. Вот. Завтра буду уже монтировать для вас видео разные. Вот. И выкладывать их. Всем большое спасибо за просмотр. Вот. Всем спокойной ночи. Приятных снов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok